Мы на Майдане недовольственности стоим со всей Украины, не решают у нас вопрос. Вчера было вечером человек 100-150 может быть максимум. А теперь сколько? Ну вот так как-то. Они цинично выделяют миллионы на то, чтобы безработные открывали свой бизнес. Когда миллионы работающего бизнеса должны закрываться. Они цинично хотят нас избавить самых элементарных житейских нужд. Человек может не пить, человек может не есть, но в туалет он должен ходить. Я лично 13 часов простояла вчера на этой площади. В нашем движении оплочены, куплены туалеты. Все бумаги готовы. Мы кричим на все каналы, но вы видите, туалеты не поставлены. Мы не просим ни у кого ничего. Мы это сделаем сами. Мы себя сами обеспечим. Сейчас нас на всех каналах цинично ищут, кто стоит за нашим движением. Поверьте, если бы кто-то стоял, они это бы кричали во все каналы. Но пусть они знают, за нами, за и мы. Мы, те, кто выстояли тогда, когда на нас нападали. Все, когда нас оставляли без имитарной помощи. Но они не могут понять, что мы выстоим и против них. Поэтому стоим, спасибо всей Украине, которая показала свою селедарность, бросила свои семьи, иногда на последние приезжает туда. Мы гордимся, что вы с нами. Мы хотим быть с вами. Поэтому только вот такой вот площадью мы поможем. Лично я. Молчу лично только тогда, когда сплю. Я везде, когда дежурила, сюда приходят гости со всего мира. Были гости из Грузии. Был американский прокурор. Надо подходить к таким людям и объяснять, почему мы здесь. Потому что, к сожалению, та же Россия нас...